А теперь мы перейдем к лестнице жизни. Друзья, вам может показаться, что мы постоянно боремся с наукой, особенно с западной. Это не так, хотя в чем-то скорее в главном совершенно точно. Наука переродилась в схоластику. Западная наука со своей теорией эволюции превратила человека в дебила, то есть чуть оторвавшееся, слабое и сильно поглупевшее животное. Животное – суперпаразит, который не способен себя без хитрости и подлости ни защитить, ни просуществовать в жестоком и злом мире. А ведь когда-то, когда мы жили по устоям и правилам ведизма, мы были как боги. Ведь мы приходим в этот мир как боги, боги слави. Но затем, по какой-то причине, эту причину мы постоянно объясняем в наших статьях, мы нисходим и опускаемся все ниже и ниже, вновь возвращаясь по ощущениям к уровню обычного зверя, поддерживаемого на неком высшем уровне с помощью плодов техногенной цивилизации. А когда эта помощь истощается, исчезаем и мы, исчезаем ничто в пустоте, вероятно, уходя на глубокую переработку. Вот только надо понять, что часто ускользает. Это мы, но и не мы. Материальное сознание инертно и инволюционные процессы инферально господствуют в нем. Иное дело дух, и об этом пойдет дальше речь. Главное прервать и вырваться из ловушек западного мировоззрения. Ему немного лет, пару сотен, потенциал его ничтожен, и оно уже находится на границе издыхания, исчезновения, хотя по-прежнему гадит и гадит вокруг себя. Как с помощью методов эволюции, этой мнимой и перевернутой сменяемости форм через некие ступени развития, ее лестница жизни не ведет вверх, как нам внушают, а скорее показывает дорогу вниз, в инферальный космос, а противный нашему изначальному великому духу. Но есть и другая лестница. Лестница от Бога Слова, Бога Логоса, если хотите. Лестница духа, ведущая к вершине божественной славы, где ценно все, от мира орлегов, высших существ, многомерных пространств, до мельчайших живых пылинок, носящихся в безмерном космосе. Во всем этом где-то проявляет себя и наша человеческая иерархия, которая совершает восхождение, но противоположной и лживой эволюционной теории. Восхождение, возможное только в одном духе, благодаря опыту, еще раз опыту жизни. В итоге даже пылинка приобретет самые высокие божественные свойства и будет свободно и легко рождать себя, то есть себе подобные и бесконечные миры. Конечно, охватить все мелочи, из которых формируется целое, практически нет возможности за короткую нынешнюю жизнь человека. Однако так было не всегда. Это нынешний малый людей не нелегко, но иное дело мощному первого человеку, практически сыну богу. Всякие там обобщения с учетом всех данных вполне были доступны. Это практически переносится на правильное теософское учение. Значит, оно было изменяемо, несомненно. Однако в первооснове теософское учение было дано как великое откровение, которое постепенно человек, вырождаясь до уровня людины и нежити, теряет способность воспринимать. Конечно, даже при изложении самых первооснов трудно дать реальное объяснение из-за почти бесконечной по сложности подробности его. И наверняка каждый сам в меру своего развития должен пополнить получаемые сведения условно всеми своими подробностями, которые сделают понятными его отдельные части. Естественно, без большого приложения упорных индивидуальных усилий будет преодоление трудности любого предмета практически невозможно. В общем, думаем, понятно всем трудность учения и приобретения опыта нашего в этих материальных воплощениях. Известно ведь, что физическая материя пронизана более тонкой материей, а та еще более тонкой. Все это не некий эфир, исходящий из пустоты, который кипит и бурлит потенциалом жизни, а нечто большее, большее, чем даже этот эфир. Как-то так, друзья. Итак, наше рассуждение уже подтверждает теософские учения о том, что жизнь первична, как мы ее никак бы ее не называли, а материя производна. Жизнь является побудительной силой для каждого атома Солнечной системы и всей Вселенной. Возможно, скажет, где-то проявляются другие законы, определяющие появление жизни и материи. Они, видимо, там, возможно, ярче, определенней, но везде и во всем следует считать, мы видим проявление Бога. Очень нам нравится такое представление жизни, как движущиеся волны, которые как бы все кристаллизируют, атомы, молекулы. И более зримые, большие объекты, и все становится живым, реальным, да, а значит, и смертным. Волна проходит, и происходит смена мерности всего живого и на более тонкий, и так бесконечно. Все становится духом, и этот дух порождает меры зримые и незримые. Конечно, наука не может оперировать духом, как понятиями, такими, как ее материя. Оттого она, наука, обожествляет материю, то есть обожествляет свои иллюзии, обожествляет нечто эфемерное, творимое и рождаемое, как в детской игре. Но наша тема – теософия, а это наука особая и, по-нашему, стоящая несколько выше даже самой науки. Волна стягивает атомы из пустоты, кипящей пустоты духа, и она творит все, что нужно и необходимо, и производно, и называется в нашем физическом мире элементами. Теософия считает, что все живое во Вселенной – это еще одно отличие ее от науки официальной. Но жизнь действует и в металлах, и в растениях. И потому теософии считают, что Логос – это владыка, творец, великий зодчий Вселенной, энергия которого в форме и свойствах жизни пронизывает все мироздание во Вселенных всяких возможных и мирах. Конечно, тут и ответ на все вопросы о создании материи. Ответ мы нащупали. Лучшие современные умы так это уже знают, как, например, Шипов или Гаяев дали на это определенные ответы. Волновая теория многое объясняет. Бог – слово, звук и все такое. И потому всегда материя творится согласно числам и геометрическим фигурам. Бог геометризирует, сказал Платон. Оттого многим Бог представляется к великий геометр Вселенной. Как говорится, на здоровье и все карты вам в руки. А по самой высшей математике в ее заоблачных феях ничто не может жить, что не является Богом. Там же могут пребывать семена божественности, частицы его сверхзвуковых эманаций. Вероятно, в центрах галактик и метагалактик. А самое высшее существо в центре Вселенной, а еще более высокое в центре метавселенных и так далее. До бесконечности бесконечности. Коль имеете способности, то сами посчитайте, сколько всего и изумитесь. Это и есть наша пусть эволюция. Это и есть наш путь эволюции духа с попутным бесконечным творением различных форм. Вас еще не увлекла теософия? Не знаю, но нас очень. Потому продолжаем. Откуда все это происходит? То и что позволяет нам так строить глубоко и далеко планы развития духа? Вероятно, не только вера, но и внутренняя убежденность позволяет понять нашей душе подлинную цель построения миров, которая, по нашему убеждению, состоит в том, чтобы эти семена божественности, проходя через множество форм различных так называемых царств природы, и далее могли расти до тех пор, пока они не раскроются максимально. Возможно ли это? Или предела нет? И не станут торжествующими, аватарами, божьими, отражающими, а значит, и совершенствующими великолепие того, откуда они и зашли. Таково наше представление о всем этом. Ну и, соответственно, природа наша. Мы постоянно подходим к каким-то противоречиям в нашем изучении. Теософия Западная стремится объединить Запад и Восток. Но зачем? По-нашему они давно едины, если отбросить самомнение и выпячивание самостей, как целого, что уже абсурдно и неверно. На Востоке говорят «Ты Брахман», а на Западе «Будьте совершенны, как совершенен Отец Ваш Небесный». И то, и другое в завуалированной форме выражают одно и то же прекрасную цель эволюции человеческого духа, семени Божия, будучи посеянным в земную почту. Возрастет оно до образа Божия, и не иначе. А материальные формы – лишь путь познания добра и зла. Разве это не известно всем? Известно. Однако противостояния сознательно продолжают. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...